Здравствуйте, уважаемые коллеги! Еще раз представлюсь. Меня зовут Василий Колосов. Я технический директор в компании SmartX. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения на заказ и, соответственно, поддерживаем и развиваем IT-инфраструктуру наших клиентов. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о практиках использования облачной инфраструктуры. И перед тем, как мы перейдем к какому-то наглядному примеру, сначала чуть-чуть откатиться назад и вообще вспомнить, за что мы облачную инфраструктуру вообще любим и ценим. Дело в том, что до того момента, когда у нас в практике появились такие вещи, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и другие облачные платформы, мы с вами имели дело с железом, с серверами, стойками, коммутацией, ну, вы знаете, всем тем, что выглядело примерно вот так. То есть стойки, оборудование, железо и так далее. Все это, конечно, привычно, все мы это знаем и ценим, но известная причина, почему мы хотели переходить на что-то другое, во-первых, это надо купить, во-вторых, это надо привезти, в-третьих, это надо поставить в помещение, помещение, которое не просто помещение, оно охлаждается, оно закрыто от других людей, там система пожаротушения, нужно платить зарплату умным людям, квалифицированным, которые там сеть настроят, последят за сервером, который вышел из строя. Все это затраты, затраты, затраты. Что же нам напротив дает облако? Это абстракция. Мы всю эту сложность, связанную с железками, мы ее куда-то убираем, мы работаем с виртуальными машинами, с виртуальной сетью и с хранилищем. Как оно там устроено, что там происходит, кто этим всем занимается, кто меняет в хранилище диски, которые вышли из строя. Нам это уже совершенно не важно. Но здесь главный плюс какой? Это дешевле. Вы уже не держите у себя в штате, грубо говоря, 5 сетевых инженеров, 6 системных администраторов и огромное количество людей на поддержке. Всеми этими железными вещами занимается провайдер соответствующих услуг. Вы уже работаете с такими высокоуровневыми сущностями. Вопрос, можно ли дальше применять этот же принцип за какими-то простыми высокоуровневыми вещами, прятать какую-то сложность? Можно. И небезызвестная компания Amazon Web Services, она уже давно это делает. Здесь на слайде буквально 3 сервиса, всего у них этих сервисов больше 40. Все-таки это лидер. Они очень разные, но между ними есть две общих черты. Вот слева это так называемая лямбда. Вы просто загружаете какой-то программный код, и он исполняется. Вы платите за секунды, за миллисекунды того времени, когда он работал. То есть вы не знаете, на каком сервере это запустилось, как это запустилось. Масштабируется в любых практически количествах, то есть в большом количестве запросов в секунду. Но как это происходит, это от вас скрыто. Посередине RDS, Relational Database Service. Опять же, вы просто говорите Amazon, я хочу базу Oracle или MS SQL, хочу, чтобы она была отказоустойчивая, и что-то происходит, где-то что-то запускается, и у вас есть только точка входа. Как это происходило, что запускалось, вам неинтересно. Или вот балансировка нагрузки, тоже стандартный сервис. Когда вы говорите, у меня есть 4 сервера приложений, я хочу, чтобы входящие HTTP соединения между ними распределялись, ну и все. Дальше опять что-то происходит, как-то что-то запускается, и у вас это просто работает. Вообще мы у себя исторически очень любили Amazon до тех пор, пока не появились определенные федеральные законы, когда возникает необходимость у многих наших клиентов размещаться все-таки на территории Российской Федерации. Очень много по этому поводу заявок и пожеланий. Поэтому что делать в этой ситуации? Нужно искать облачных провайдеров, соответственно, на территории России. К сожалению, несмотря на то, что взрывной рост происходит по облачным услугам в России, все равно пока до уровня Amazon мы пока не дошли, и многие не дошли, потому что это все-таки сервис уже с большой историей, они уже этих сервисов сделали много. И, как правило, в России есть надежно работающие, но просто вот эти самые базовые блоки инфраструктуры. То есть, ну что это, виртуальные машины, сеть и хранилище. Но вопрос, что нам мешает использовать тот же самый подход и из них сооружать какие-то более высокоуровневые модули инфраструктуры? В принципе, ничего. И, например, у нас очень много клиентов, у которых есть сайты и веб-приложения. И мы даже не так давно запустили одно. Нам не очень нравилось, как выглядит для наших клиентов фронтенда распространенных систем поддержки. Мы соорудили что-то куда более дружелюбное, простое, и, соответственно, разместили это на отказоустойчивой инфраструктуре нашего партнера Крок, в облаке Крок. Соответственно, тут для нас главное это отказоустойчивость, чтобы это работало всегда, потому что даже если в 3 часа ночи вам нужно отправить тикет о том, что что-то сломалось, вас сайт не должен приветствовать страничкой типа 504 или 500, чтобы все сломалось. Поэтому, разумеется, мы строим приложение, как и все стандартные веб-приложения. Есть наверху сеть, которой заведует компания Крок. Там BGP, там защита от отказа сетевого оборудования, которая передает соединение уже на непосредственно балансировщик нагрузки. Их два. Они находятся в разных дата-центрах. Один активный, другой подменный. Если один выходит из строя, он его заменяет. И дальше эта нагрузка распределяется по серверам приложений. Где-то здесь еще есть база данных, но здесь это не важно. Потому что мы будем говорить именно о балансировщике. И этот компонент, он в принципе для многих наших клиентов повторяется. То есть там, да, могут быть разные серверы приложений, разные базы данных, но поступающие, входящие подключения в любом случае как-то надо распределять. И это обычно происходит однотипно. Поэтому мы, используя систему автоматизации управления конфигурацией Solstack, используя API, которая предоставляет облако, декларативно описываем процесс того, что должно запускаться. И в результате у нас есть конфигурация, когда мы просто сообщаем, что нам нужен балансировщик, он будет распределять нагрузку по такому количеству серверов, и у него будет сконфигурирован такой, так называемый, health check для проверки здоровья каждого из хостов, чтобы если что-то с ним не так, он избегал его и не перенаправлял на него больше запроса. Все это простая конфигурация, запускаются виртуальные машины, выделяются нужные ресурсы, и мы получаем, в принципе, аналог того, что у Amazon называется Elastic Cloud Balancer. И самое замечательное в этой ситуации, что по разным клиентским инсталляциям мы можем эту историю повторять, то есть просто разные входные параметры получаем на выходе публичный IP балансировщика, к нему прицепляем DNS-запись, везде повторяем, повторяем, повторяем то, что уже хорошо работает. Таким образом, выгоды здесь остаются те же самые, они достаточно очевидны, и времени мы тратим меньше, и то, что один раз мы сделали хорошо, мы можем повторить. И все это следствие использования подхода, когда мы мыслим на уровень выше и начинаем какие-то стандартные или какие-то блоки, которые можно объединить в одну логическую единицу, использовать вместе, автоматизировать это и предоставлять что-то вроде внутреннего сервиса. У меня все. Спасибо. Мы уже давно сотрудничаем с компанией Крок и как подрядчик, и по различным проектам, поэтому у нас уже были сформировавшиеся отношения со службой поддержки, и нам просто было проще, во-первых, перейти и с этой точки зрения. Во-вторых, для нас очень важен API, который у Крока очень похож на Amazon. Ну, то есть фактически это неплохо, он оттуда скопирован. И это плюс, скорее, чем минус, потому что для нас очень важно инфраструктуру автоматизировать. Мы железно придерживаемся того принципа, что у нас есть код приложения, есть код инфраструктуры. Инфраструктура хранится как код, тоже в репозитории, и все должно разворачиваться по каким-то сценариям. Здесь был API, было управление виртуальными сетями, изоляция сегментов, все базовые компоненты присутствовали, поэтому мы остановились на этом выборе.